Марк Твен. Невероятное открытие доктора Лёба. Эксперты в области биологии, по всей вероятности, примут с известной долей скептицизма сообщение доктора Жака Лёба из Калифорнийского университета о создании живого существа химическим путём. Доктор Лёб – очень способный и искусный экспериментатор, но общее мнение экспертов-биологов склоняется к тому, что он скорее человек с живой фантазией, нежели серьёзный естествоиспытатель. Нью-Йорк Таймс, 2 марта. Хотел бы я снова вернуться к моей молодости, о которой всё это мне напоминает. Хоть я кажусь сейчас старым-престарым, но когда-то я был молод. Прекрасно помню, словно прошло всего каких-нибудь тридцать или сорок лет, сколь незаиблимым представлялась мне тогда эта парализующая всякую мысль, общее мнение экспертов-белоручек об экспертах иного склада, о тех, кто терпеливо и не жалея сил пробивает себе путь к тайникам природы и сообщает миру о своих ценных открытиях. Общее мнение экспертов было для меня в те времена решающим. Теперь, однако, дело обстоит иначе, совсем иначе. Ибо с годами я убедился, что эксперты обычно оценивают новое, следуя не велениям разума, а велениям чувств. Вы и сами знаете, что я прав. А разве эти господа руководствуются добрыми чувствами? Вы же знаете, что нет. Они все подвергают оценке лишь в свете своих предубеждений. Кто станет это отрицать? И результаты получаются любопытные. Настолько любопытные, что диву даешься, как эта их лавочка все еще держится. Можете ли вы назвать хоть один случай, когда общее мнение экспертов победило? Загляните в прошлое, и вы обнаружите с пользой для себя один неписанный афоризм, сохранивший свое значение и поныне. Чтобы общее мнение экспертов не зарезало, разговорное, в смысле, забаллотировало. Делай ставку на это и не бойся проиграть. Давным-давно еще в Древней Греции была изобретена примитивная паровая машина, и эксперты подняли ее на смех. 250 лет тому назад появился паровой двигатель маркиза Вустера, и эксперты подняли его на смех. Пароход Фултона начала прошлого века его подняли на смех эксперты Франции, включая самого Наполеона. А Пристли с его кислородом общее мнение экспертов издевалось над ним, глумилось, забросало его камнями, подвергло астракизму. Но пока эксперты устанавливали при помощи подсчетов и прочего, что пароход не может переплыть Атлантический океан, пароход взял да переплыл. Все медицинские эксперты Англии потешались над Дженнером и его противооспенными прививками. Все медицинские эксперты Франции потешались над стетоскопом. Все медицинские эксперты Германии потешались над молодым врачом, как его звали, это имя теперь всеми забыто, всеми, кроме врачей, почтительно хранящих о нем память, который открыл и ликвидировал причину страшной болезни — родильной горячки. Над ним потешались, его оскорбляли, преследовали, довели до отчаяния и убили. Электрический телеграф, телеграфный кабель через Атлантический океан, телефон — все это игрушки, забавы, не имеющие никакой практической ценности. Таков был приговор экспертов. «Геология, палеонтология, эволюция — дало их!» — изрекли эксперты-богословы, включая всех служителей христианской церкви, которым помогал граф Аргаевский, и подпевали на первых порах ученые других специальностей. А вспомните Пастера и почетный список его великих дел на пользу человечества. Разъяренные эксперты по вопросам медицины и химии долгое время предавали анафеме каждое новое открытие Пастера, ни разу, впрочем, не познакомившись с его работами. Как Пастер не умолял их хоть мельком взглянуть на то, что он делает, прежде чем предать его вечному огню? Своими преследованиями и клеветой они укоротили жизнь Пастера и тем самым лишили человечества дальнейших неоценимых услуг великого ученого, который в определенной области и в определенных границах принес людям больше пользы, чем кто-либо другой. Потребовалось десять тысяч лет, чтобы появился такой ученый, и, пожалуй, господам-экспертам потребуется еще десять тысяч лет, чтобы создать и погубить нового Пастера. Священники давно славятся тем, что упрямо с бычьей тупостью ненавидят все новое, но им, конечно, далеко до врачей, да, пожалуй, и до некоторых других экспертов-белоручек, которые создают общее мнение и губят все новое, лишь только оно выходит из рук исследователей, тружеников, вдохновенных мечтателей, пастеров, мечущих бисер перед экспертами. Как тут не волноваться? У меня мгновенно подскакивает температура, и пульс начинает стучать, как бешеный. Я закипаю от ярости, стоит мне только в отдалении заслышать улюлюканье экспертов. Я сам не раз выступал в роли такого эксперта, и уж я-то знаю это дело и все его превратности. Я специалист-наборщик с большим опытом, стрелянный воробей. 19 лет тому назад я изрек окончательный и бесповоротный приговор ленотипу. Я заявил, что ленотип никогда себя не оправдает и никого не прокормит. А сегодня заводы, изготавляющие ленотипы, занимают в Англии площадь 14 акров. 35 лет тому назад я был специалистом-золотоискателем. Вблизи моего участка находились залежи руды. Считали, что в каждой ее тонне содержится на 600 долларов золота. Но каждая крупица драгоценного металла была глубоко замурована в твердой, неподатливой скорлупе пустой породы. Выступая в качестве эксперта по этому вопросу, я безапелляционно заявил, что человек никогда не додумается, как извлечь из этой руды хотя бы на 2 доллара золота. Я не предусмотрел обработки руды цианистым калием. В общем, с тех пор, как я стал взрослым человеком, отвечающим за свои поступки, я частенько фигурировал в роли эксперта, но не припомню ни одного случая, когда я оказался бы прав. Мой горький опыт научил меня относиться с недоверием к мнению экспертов. Теперь, когда я с ними сталкиваюсь, меня пробирает дрожь, и я весь покрываюсь гусиной кожей. Я спешу скрыться в темный уголок, говоря себе, пусть, но ведь все в порядке, а держу пари на 10 долларов, что где-то тут кроется каверза вроде цианистого калия. А теперь давайте поговорим о создании живого вещества химическим путем. Читатель, мой совет, не пытайся зарезать эту идею. Я не говорю, делай на нее ставку, а только прошу, не пытайся ее зарезать. Ты видишь, общее мнение экспертов ополчилось на нее. Так вот, если ты не в силах обуздать свои страсти, если чувствуешь, что твой моральный долг что-то убить, то направь удар против общего мнения эксперта. Это самое верное дело. Доказательством тому служит весь ход истории. Если ты молод, то, конечно, не сможешь удержаться и должен будешь примкнуть той или другой стороне. Что же касается меня, то я уже стар и подожду новых порядков. По скриптам В том же номере газеты Нью-Йорк Таймс доктор Функ пишет Недостаток веры может подвести человека не менее жестоко, чем чрезмерная вера, ведь именно упрямый скептик Фома оказался единственным из апостолов, кто был обманут. Разве это правильный и разумный подход к вопросу? Может быть, мне изменяет память, но я всегда полагал, что Фома был единственным из апостолов, который произвел исследование и установил точный факт, в то время как остальные апостолы, подобно всяким экспертам, отвергали этот факт или принимали на веру. Если это так, то Фома неверный устранил сомнения, которые в противном случае по сей день смущали бы и тревожили человечество, в том числе и доктора Функа. Мне кажется, что упрямый или здравомыслящий Фома не заслужил, чтобы его так чернили. Почему доктор Функ сам исследует спиритизм, а Фому бросает камень? Почему он не принимает спиритизм на веру? Неужто на Лафайет-Плейс вошло в моду отсутствие логики? Старик, боящийся общего мнения экспертов. Привожу выдержку из дневника Адама. И тогда состоялось совещание экспертов. Самое первое. Они заседали шесть дней и шесть ночей, после чего огласили свое заключение. Создать мир из ничего невозможно. Еще такие мелочи, как Солнце, Луну и звезды, пожалуй, но для того, чтобы создавать светило в широких масштабах, потребуются бесчисленные годы. Изрекли это эксперты и вышли из-за стола, а затем посмотрели в окошко. И что же? Перед ними в бесграничном пространстве кружился и сверкал весь грандиозный фейерверк мироздания. Ну и кислые же у них сделали с физиономии. Расписался за Адама Марк Твен. Примечания Невероятное открытие доктора Лёба, впервые напечатано в 1923 году. Лёб Жак 1859-1924 Немецкий ученый С 1891 года работал в США в области экспериментальной биологии. Пристли Джозеф 1733-1804 Английский священник, химик и физик Открыл кислород Подвергся преследованиям, как еретик и вольнодумец И был вынужден эмигрировать в США. Над молодым врачом, как его звали, Имеется в виду венгерский врач Земельвейс 1818-1865 Работавший в Вене. В результате конфликта с коллегами Вынужден был покинуть клинику и уехать в Будапешт, Где ему поставлен памятник с надписью Спасителю матерей. Библейские поучения и религиозная тактика Перемены, которым подвергались цивилизация и национальный характер, Никогда не проходили без самого активного участия религии. Так было на протяжении всей истории человечества И, без сомнения, будет во все времена. По крайней мере, до тех пор, пока человек Путем медленной эволюции Не превратится в нечто действительно прекрасное и возвышенное, На что потребуются еще миллиарды лет. Христианская Библия по существу представляет собой аптеку. Ассортимент ее снадобий остается неизменным, Меняются лишь методы их применения. В течение восемнадцати веков эти изменения были едва заметны. Метод оставался аллопатическим, Аллопатическим в его самой грубой и жестокой форме. Тупой и невежественный эскулап день и ночь, Не покладая рук, Вливал в своего пациента гигантскими невероятными дозами Самые омерзительные лекарства, Какие только можно было разыскать на аптекарском складе. Он пускал ему кровь, Ставил банки, Давал рвотное и слабительное, Вызывал слюнотечение, Никогда не предоставляя пациенту возможности Оправиться от болезни И восстановить природные силы. В состоянии такого духовного недуга Он держал его восемнадцать веков, И за все это время пациенту не выпало ни одного светлого дня. Что касается запаса медикаментов, То он всегда состоял поровну Из гибельных или расслабляющих ядов И целебных, успокаивающих лекарств. Впрочем, духовный эскулап, Исходя из многолетней практики, Прибегал всегда лишь к первым, И в результате мог нанести своему пациенту один вред. Что он и делал. Не так давно, уже в нашем столетии, В методах лечения произошли значительные перемены. Правда, это имело место в основном, Или вернее, только в Англии и в Соединенных Штатах. В других странах пациент в наше время Либо по-прежнему пользуется средневековыми средствами, Либо совсем обходится без врача. В странах английского языка перемены, Наблюдаемые в нашем столетии, Были вызваны тем, что пациент взбунтовался Против методов лечения. Во всяком случае, эскулапом эти перемены предусмотрены не были. Пациент решил лечить себя сам, И эскулап увидел, Что количество больных катастрофически падает. Тогда, чтобы не остаться без работы, Он решил видоизменить свой метод. Делал он это постепенно, С большой неохотой, И лишь в тех случаях, Когда обстоятельства вынуждали его. Прежде всего, он прекратил ежедневную выдачу ада И вечного проклятия, И прописал больному принимать их только через день. Потом он стал применять их все реже и реже. Когда же он ограничился воскресениями, И решил, что на этом можно остановиться, Появился гомеопат, Заставил его отказаться от ада И вечного проклятия вовсе, И вел вместо них Христианскую любовь, Утешение, Милосердие И сострадание. Уж эти-то всегда имелись В избытке в церковной аптеке, И их золотые этикетки Особенно бросались в глаза Среди мерзких, слабительных, Рывотных и ядов, Рядом с которыми они красовались На длинных полках. И не фармацевтов надо обвинять в том, Что они не применялись. Просто таковы были методы лечения. Для церковного эскулапа, Жившего пятьдесят лет назад, Все его предшественники На протяжении восемнадцати веков Были только знахарями. Для современного церковного эскулапа Его предшественник, Живший пятьдесят лет назад, Такой же знахарь. Чем станет когда-нибудь Нынешний церковный эскулап В глазах человека, Который сам для себя Будет духовным врачом? Если только не остановится И не окажется выдумкой эволюции, Которая была реальностью Еще в те времена, Когда Земля, Солнце И все планеты Солнечной системы Представляли собой Лишь летучую дымку Метеорной пыли, То совершенно ясно, Какая судьба Уготована нынешнему Церковному эскулапу. Методы, к которым Прибегают церковники, Весьма любопытны, А история их занимательна. Во все времена Римская церковь Имела своих рабов, Покупала и продавала их, Санкционировала работорговлю, Поощряла ее. Долгое время спустя, После того, Как некоторые христианские народы Освободили своих рабов, Церковь все еще продолжала Владеть ими. Но разве можно сомневаться в том, Что церковь не могла поступать иначе, Ведь все это делалось Ее в соответствии с волей Господа, А она была его единственным Представителем на земле, Полномочным и непогрешимым Толкователем его Библии. Существовало священное писание, Которое можно было толковать только так, А не иначе. Церковь всегда была права, Она лишь поступала так, Как предписывала ей Библия. Уверенная в своей правоте, Церковь на протяжении многих веков Ни разу не возвысила голос против рабства. Сегодня мы, наконец, слышим, Что Папа Римский Объявил работорговлю грехом И даже посылает в Африку Специальную экспедицию, Чтобы приостановить захват новых рабов. Итак, догматы остались те же, Изменилась лишь тактика. Почему? Да потому, что человечество решило подправить Библию. Сама церковь никогда на это не идет. Но она в то же время никогда не упускает случая Пристроиться в хвост событий И приписать себе чужие заслуги. Именно так она поступает и в данном случае. Христианская Англия поддерживала и одобряла рабство в течение 250 лет. А ее святые отцы взирали на это, Временами принимая в работорговле активное участие, А временами оставаясь в стороне. Можно, конечно, утверждать, Что интересы, которые Англия преследовала в этом деле, Были христианскими интересами. И что вся работорговля носила чисто христианский характер. Больше, чем кто-либо, Англия приложила усилий для того, Чтобы возродить работорговлю после долгого застоя. И в конце концов продажа рабов Стала как бы христианской монополией. Иными словами, Оказалась в руках только христианских стран. Английские парламентеры поддерживали работорговлю И покровительствовали ей. Два английских короля состояли пайщиками компаний по продаже рабов. Первый английский профессиональный охотник за рабами, Джон Хокинс, Память о котором чтут до сих пор, Произвел во время своей второй экспедиции такие опустошения, Так успешно нападал на туземные деревни, Предавая их огню, Увечья уничтожая, Захватывая и продавая в рабство их безобидных жителей, Что восхищенная королева Пожаловала ему звание рыцаря, То самое звание, Которым когда-то награждали наиболее достойных, Совершивших подвиги во славу христианства. Новоиспеченный рыцарь С чисто английской откровенностью И грубоватым простодушием Начертал на своем гербе Колено преклоненного, Закованного в цепи, Негритянского раба. Деятельность сэра Джона Была истинно христианским изобретением, И в течение четверти тысячелетия Эта кровавая и страшная монополия Оставалась в руках христиан. С ее помощью разрушали жилища, Разлучали семьи, Порабощая отдельно мужчин и женщин, Разбивали бесчетное число Человеческих сердец. И все это лишь для того, Чтобы христианские нации Могли процветать и жить в довольстве, Чтобы могли строиться христианские церкви, А проповедь кроткого И милосердного спасителя Могла распространиться по всей земле. Хотя прежде этого никто и не подозревал, Теперь ясно, что название корабля Сэра Джона, Таила в себе скрытое пророчество, Ведь это судно называлось Иисус. Однако настал день, Когда один неполноценный английский христианин Восстал против рабства. Любопытный факт, Когда христианин восстает против укоренившегося зла, Это почти всегда христианин неполноценный, Принадлежащий к какой-нибудь второстепенной, Всеми презираемой секте. Разгорелась ожесточенная борьба. Но в конце концов от работорговли пришлось отказаться. Библейские поучения остались, Изменилась тактика. А затем случилась обычная вещь. Посетивший нашу страну англичанин, Один из тех, что всегда видят соринку в чужом глазу, Воздел к небу свои набожные ручки, Придя в ужас от нашего рабства. Горе его не поддавалось описанию. Слова были полны горечи и презрения. Правда, он оплакивал именно наших рабов, Которых было менее полутора миллионов, В то время как его Англия по-прежнему имела в своих заморских владениях Двенадцать миллионов рабов. Но это не умерило его воплей, Не остановило его слез, Не смягчило сурового осуждения. Тот факт, что каждый раз, Когда наши предки пытались избавиться от рабства, Именно Англия ставила нам всяческие преграды, И разбивало все наши планы, Не имел для него никакого значения. Ведь все это уже стало достоянием истории И даже не заслуживало упоминания. Но, наконец-то, мы обратились в другую веру И тоже начали поднимать голос против рабства. Повсюду обнаружились люди с мягким сердцем. В любом уголке страны При желании можно было найти Хотя бы мельчайший признак растущей жалости к рабу В любом уголке, кроме церкви. Правда, в конце концов, не выдержала и церковь, Ведь она всегда так поступала. Сначала вела отчаянную и упорную борьбу, А затем делала то же, Что и всегда, Старалась ухватиться за хвост событий. Рабство пало, Писание, оправдывавшее его, Осталось... Изменилась лишь тактика. Вот и все. На протяжении многих веков существовали ведьмы. Так, во всяком случае, утверждала Библия. И именно она приказывала уничтожать их. Поэтому церковь, В течение восьмиста лет Исполнявшая свои обязанности лениво и неохотно, Эту свою святую миссию Принялась осуществлять всерьез. С помощью виселиц, Орудий пытки и пылающих костров. За девять веков повседневной усердной работы Церковь засадила в тюрьмы, Подвергла пыткам, Повесила и сожгла Целые армии ведьм, Дочисто отмыв весь христианский мир Их нечистой кровью. Но неожиданно стало известно, Что никаких ведьм нет И никогда не было. Тут уж не знаешь, смеяться или плакать. Кто же открыл, что ведьм не существует? Может быть, церковники? Нет, эти никогда не делали никаких открытий. В Салеме священник с трогательным упорством Продолжал цепляться за священное писание, Призывающее уничтожать ведьм. Даже после того, как прихожане, Решившись на этот раз забыть о Библии, Со слезами на глазах, Раскаялись в тех преступлениях И жестокостях, Которые их заставили совершить. Священнику хотелось еще крови, Еще обличения, Еще жестокостей. И именно Не осененные святостью прихожане, Вот кто остановил его руку. В Шотландии священник убил ведьму Уже после того, Как суд признал ее невиновной. А когда более сострадательные Гражданские власти Предложили изъять отвратительные статьи, Направленные против ведьм Из свода законов, Явились попы И просьбами, слезами и проклятиями Пытались вынудить их не делать этого. Ведьм нет. Но Библия, которая признает их существование, Остается. Изменилась лишь тактика. Нет никакого адского огня, А Библия все пугает им. Оказался небылицей первородный грех. Но Библия продолжает утверждать, Что он есть. Более двухсот статей, Каравших смертью, Исчезло из свода законов, Но Библия, породившая их, Остается. Разве не достоин внимания тот факт, Что из всего множества библейских изречений, Которым прикасалось уничтожающее перо человека, Он ни разу не вычеркнул ни одного доброго и полезного. А если так, Значит, можно надеяться, Что при дальнейшем развитии и просвещении, Человек в конце концов сумеет Придать своей религиозной тактике Какое-то подобие благопристойности. Примечания Библейские поучения и религиозная тактика Год написания неизвестен Впервые напечатано в 1923 году Джон Хокинс 1532-1595 Английский адмирал и работорговец Трижды плавал к берегам Гвинии, Откуда вывозил негров на продажу. Был пожалован гербом, Который описывает Вен, А позднее рыцарским званием. Христианин неполноценный Очевидно, имеется в виду Уильям Уилберфорс 1759-1833 Евангелист по вероисповеданию, Возглавивший парламентскую борьбу За отмену работорговли. Салем Город в штате Массачусетс, Особенно прославившийся гонением на ведьм. Салем Город в штате Массачусетс Город в штате Массачусетс 20-1500 Салем Город в штате Массачусетс 20-1500